Гривня 22 года. Сегодня день рождения украинской национальной валюты. В сентябре 96-го года за одну гривню давали 100 тысяч рублей, а американский доллар стоил гривню 76 копеек. Как взрослела национальная валюта, расскажет Любовь Кукла. Понятное дело, что у нас экономика развивающаяся, поэтому у нас девальвация гривны. Это сейчас, но как все начиналось? 1 сентября 96-го года в Украине появляется первая национальная валюта – гривня. Старты возможностей у гривны были одни из самых лучших. То есть вообще, если взять денежную реформу, которая была проведена в Украине, это одна из лучших реформ за всю историю независимости. Она была проведена действительно очень качественно, очень своевременно, очень технологично. И главное, она была проведена быстро. Быстро, отменно, но ненадолго. Виной всему 98-й год – азиатский финансовый кризис в мире. Глобальный дефолт. Все это привело к тому, что тот экономический рост, который мог произойти благодаря введению национальной валюты, он был нивелирован кризисными влияниями. И мы опять погрузились в пучину, скажем так, стагнации. И экономический рост начался через несколько лет. Она росла, хоть и не очень заметно. И если стабильность у нас валюта не всегда могла блеснуть, главным козырем была защищенность. И действительно, за счет того, что делалось с нуля, монетный доллар, ну то есть эти печатные деньги, действительно защита была большая. То есть, чтобы правильно, за аналог взяли евро. Ну, доллар – это один из самых незащищенных, не удивляйтесь. Она очень старая. По этой причине она менее всего защищена. Гривна на самом деле является одной из самых защищенных валют. Почему очень мало поддельных гривен на рынке? То есть намного чаще встречаются, например, поддельные доллары, даже поддельные евро, чем поддельные гривны. Но не только в этом дело. Интереса нет. Номинал гривни попросту обесценился. Девальвация произошла по большому счету из-за глобальных финансовых кризисов и, конечно же, политики. В нашей стране, к сожалению, политинтриги – стабильное и привычное явление. О чем говорят эксперты? Прогнозы, по правде говоря, не очень оптимистичны. Цифры в обменниках могут стремительно измениться и не на пару гривен. И это при том, что украинцы полностью привязаны к импорту. То есть к доллару. Сегодня доллар и евро по привычке покоряют новые высоты, а гривня измеряет новые глубины. Естественно, еще не повторила рекорд, например, там, Зимбавве, да, с многомиллионными показателями инфляции, когда деньги перевозили в тележках. До этого нам еще далеко. Возможно, далеко, а возможно и нет. Каким будет курс, по правде говоря, спрогнозировать точно не может никто. Любовь Куклы и Сергей Килимник. Подробности. Телеканал Интер. вот так это на две сантиметрии. Продолжение следует...